Привет, народ! Привет! Сейчас мы запустили новую линейку пусковых устройств. Это пусковые устройства на базе литий-полимерных аккумуляторов. Кто-то уже слышал о них, кто-то еще нет. Расскажу по порядку. Все пусковые устройства на литий-полимерных аккумуляторах возятся в Россию из Китая. В России они не производятся. Самый популярный на данный момент это завод Карку. Они есть в России под маркой Карку, есть под маркой Аврора. И многих других производителей. Они все одного форм-фактора, одинакового качества и поставляются с одного завода. Мы запустили новую линейку пусковых устройств под брендом Revolter. Они собираются на военном китайском заводе. Завод работает на внутренний оборонный комплекс в Китае. Качество очень высокое. Несколько этапов выходного контроля. И давайте сейчас я подробнее расскажу о каждом из устройств. Самое большое это Revolter Nitro. Оно поставляется уже несколько лет в России. Состоит из вот такого комплекта. Само пусковое устройство. Емкость 15 000 мАч. Есть дисплей. Два USB выхода на 2 А. В комплекте идет зарядное устройство от сети 220 Вольт. Идет зарядное устройство от бортовой сети автомобиля 12 Вольт. Комплект штекеров под зарядку телефонов, планшетов и прочего всего. Есть выход для подключения внешних устройств 12 Вольтовых. Таких как компрессор, холодильник, возможно насос, накачать лодку на природе или матрас в палатке. Также есть 8 штекеров для зарядки ноутбуков различных. То есть это устройство удовлетворит потребности любого пользователя. Будь то командировка, будь то выезд на природу, запуск мощного автомобиля. Устройство позволяет в зимний период запускать двигатели дизельные до 3 литров и бензиновые до 4,5 литров. В летний период это значение в два раза может быть выше. Как видно, заряд указан в процентах на дисплее. Да, мы обязательно потестируем его, посмотрим как он нам будет разряжаться. Также в комплекте идут интеллектуальные пусковые провода. Они идут в комплекте с каждым блоком. Основная задача их не позволять запускать двигатель, когда заряд устройства менее 40%. Это может его испортить. Также здесь есть защита от короткого замыкания, перепулесовки, обратного тока. И они позволяют сохранять блок работоспособным до 5 лет. То есть до 5 лет можно пользоваться таким же девайсом. Следующее устройство Revolter Tiger. Оно идет вот в таком боксе. Емкость у него 12 тысяч миллиампер часов. Здесь также комплектуется пусковыми проводами. Зарядкой от сети 220 вольт. Зарядкой от бортовой сети автомобиля. И комплектом зарядки для телефонов и планшетов. Здесь основное его преимущество в герметичном корпусе. Он полностью герметичный. Толстый пластик для любителей охоты и рыбалки. Людей, предпочитающих активный образ жизни. Поездки на природу. Здесь один USB-выход на 2,1 ампер. Разъем для пусковых проводов. И вход для зарядного устройства. Еще раз можно сказать, что основное его преимущество это герметичности. То есть можно кратковременно погружать его в воду. И как видно, все остается сухо. Также вся линейка пускозарядных устройств Revolter оснащена мощным светодиодным фонарем. Есть несколько режимов горения. Например, если нужно провести какие-то ремонтные работы. Например, в темное время суток можно использовать фонарь. Также есть режим стробоскопа и режим SOS. Если что-то случилось, потерялись, можно оставить фонарь. Вероятность, что кто-то увидит, она значительно выше. Хотел бы добавить, что именно такое пусковое мы тестируем у нас в вездеходе. Ну, оно как раз для активного именно образа вождения. По грязям, лужам. А вот этот самый мощный мы возим у нас в машине и также его испытываем, пробуем. Пока, скажу так, у нас не было случая, чтобы он нам понадобился. Но я очень жалею, что у меня не было такого пускового, когда по какой-то причине у жены на машине вдруг взял и умер аккумулятор. И буквально фары оставляешь на 5 минут, все, машина не заводится. Приходилось кого-то просить бегать, платить 200 рублей таксисту, чтобы он тебя прикурил. А тут вот решение было, все в кармане. И не только себя, но еще 200 рублей заработать можно. Шутка, конечно. Ну, как вариант. Дальше у нас идет устройство Revolter Ultra. Это устройство с двумя USB-выходами. Один из них Quick Charge. Это быстрая зарядка для гаджетов. Самый современный разъем. Здесь уже идет входной разъем Type-C. Он заряжается от 5 вольт. То есть от обычного или любого USB-блока можно зарядить это пусковое устройство. Здесь используются самые современные аккумуляторы с разрядным характеристиками порядка 70C. И этот блок выдает в пике 400 А. 12-ти вольтовых. Да, да, 12-ти вольтовых. Также стоит отметить, что, наверное, герметичный блок максимальный ток выдает 500 А, а самый большой 600 А. Такой блок рекомендуется в зимнее время для владельцев автомобилей с бензиновым двигателем до 4 литров и дизельным до 2 литров. Оптимально подойдет. Ну, естественно, летом, наверное, эти параметры увеличиваются, потому что вязкость масла, трение и прочее-прочее летом гораздо меньше. Вот с этим устройством я езжу постоянно в командировке, куда-то еще. Оно у нас всегда находится в рюкзаке. Заряжаем от него телефоны. Ну и, конечно же, возим вот эту вот штуку. А вдруг где-то пригодится. Кто его знает. Он удобный, маленький. Кушать не просит. Одно из самых интересных устройств, которых сейчас нет на рынке, вот сейчас только появляется, это самое компактное пускозарядное устройство Revolter Mini. Его можно сравнить по габаритам с мобильным телефоном. Здесь максимальный пусковой ток 300 ампер. Первый держу на ладони действительно как размером с телефоном. Сейчас возьмем телефон Samsung. Он даже побольше у меня. Вот так вот это выглядит все. Действительно он маленький. Да, его испытывали на литровом мотоцикле. Без аккумулятора он позволил 15 раз запустить в литровый мотоцикл. А мы сейчас попробуем запустить вот этот квадрик. У нас есть там как раз посаженный аккумулятор. Где-то 5 вольт на нем всего. Отлично. И мы попробуем с него запустить. Сейчас мы, ребят, покажем вам тесты на самом деле всех устройств и на разных машинах. У нас есть бензин 3 литра, у нас есть бензин 4 литра и есть дизель 2,5 литра. И вот литрушечка у нас есть. Кстати, у нас есть еще 1,5 литра дизель и есть литр 900-ка, это квадрик. Мы сейчас попробуем и потестируем, покажем, кто что может. Как бы самим интересно, правильно? Поехали. Поехали, да. Чего болтать-то? Все вроде показали, рассказали. Сейчас будем именно практику проходить. Я на самом деле, когда вот увидел вот эту велепуську, мне казалось, что телефон-то она может зарядить пару раз. Ну что, ребят, пробуем вот 2,5 литра Эльку Мишкину завести. Поставили один аккумулятор. Здесь стоит 2 аккумулятора. Один мы отцепили массу. Вот масса отцеплена. В Мишане тут чистота и порядок. Он его открывает только по праздникам. Ну что ж, давайте его теперь попробуем с него завести. Развяженный аккумулятор стоит. В принципе, все. Смотрим у нас напряжометр. Одиннадцать семьдесят два. Все, да? Попробуем, да. Теперь мы ставим. Револьтер мини, хотя мы не рекомендуем использовать для запуска дизельных двигателей. В летний период допускается до полутора литров. Нам просто самим интересно, что он запустит, что сможет. Будем пробовать на двух с половиной. Подключили плюс, подключаем минус. Индикатор загорелся зеленым. Можно пробовать? Пробуем, Миш? Я в афиге, елки-палки, да? Причем, можно заметить, что напряжение вообще... Он не разрядился. Давай еще раз. Давай еще раз, души. Видно, защита есть от обратного тока. Индикатор горит зеленый. Можно еще раз пробовать. Еще? Блин, удивительно. Продолжим? Да, давайте, давайте. Еще раз. Можно убедиться, что так он... Попробуй. Заведется ли без? Давай без. Так машина не заводится без него. Ставим. Давай. Заводится. Ну что, ребят? Ребят, машина холодная. У меня загорается свеча накала. То есть, это не горячий прогретый двигатель. Да, на холодную. Сколько мы делали 4 или 5 пусков, индикатор показывает полный заряд. Да, полный заряд. Удивительно. Ребят, это просто офигенно. Еще раз, Мишаня, ты можешь запускать свою машину даже с этим. Этим револтером мини у нас пользуется Мишаня. Заряжает в поездках, когда у нас нет электричества. Заряжает телефон. Ну и в то же время вот может запустить свою машину, если она у него вдруг не захочет. Вон, металлоискатель, все можно зарядить. Да, все заряжает. То есть, все, что когда вот мы в поездках, какие-то командировках, без вездехода, мы пользуемся вот такими фовербанками. Еще раз могу отметить, что очень высокое качество пускозарядных устройств. И также нужно отметить, что цена револтер мини 3600 рублей в рознице. Вот так вот. Это очень классная цена. А по промокоду Герасим Шерп вы получите еще и скидку 10%. Правильно? 10, да. 10%? Миш полезные. Давайте, ребят, дальше экспериментировать. Попробуем 4 литра завести. Сейчас попробуем завести 4 литра. Но 4 литра без аккумулятора вообще, потому как у нас здесь Андерсон и стоят разъемы. И какой-то второй-другой аккумулятор у нас подключить проблематично сейчас. Мы отсоединили клеммы от разъема Андерсон и подсоединяем их вот напрямую к пусковому. Это опять же револтер мини, самый маленький, который у нас сейчас пускал дизель. Мы его не заряжали. Вот он показывает как раз индикатор, что нету буферной батареи. Да, что мы даем питание напрямую. Сейчас держим несколько секунд. Все, мы можем пробовать заводить. Пробуем, Миш. Ребят, он его запустил. 4 литра. 4 литра не прогретые. Мы реально их не прогревали. У нас холодная машина, она сегодня даже не запускалась. Заряд так же не упал. Заряд, да, так же остался. Все в порядке. Блин, мы в афиге сами, ребят. Что это за штуковина? Действительно, очень полезные вещи. Ну, я думаю, мы показали, вот что может пустить самый маленький пусковой. Да? Смысла показывать больше? Ну, нету никакого. Это вот эта вот крошка, ребят, с ладонь. Вот она с ладонью, меньше моего телефона. Она запустила 4 литра напрямую без аккумулятора. И со сдохшим аккумулятором 2,5 литра. Я не знаю, может она запустит и дизель, и просто. Кстати, можно попробовать. Давайте попробуем, да? Без аккумулятора. Вот. Смысла показывать вот эти большие уже нету. Они мощнее. У этого всего 300 ампер выходит на 12 вольтах. У этого уже 600. То есть он с запасом зимой уже крутанет что-нибудь серьезное. Поехали. Поехали. Нет, на дизель его не хватает. Нет, на дизель. А, нет, лампочка сработала. Перегрузка сработала, да. Еще разок? Нет, перегрузка. Нет. Давайте другой попробуем. Работает. Можно еще попробовать. Пробую еще раз. Опа! Обалдеть! Ребята, с этой крошки пустили дизель 2,5 литра. Это офигеть. Тем более, это Мишкин дизель, который работает через раз, зараза. Он работает каждый раз. Надо на мой дизель поплевку водить. Хотите еще больше? Хороший, это он не теряет. Да, он полностью заряжен. Нет, 75. О боже, 75 после 6 пусков. Наконец-то. Да, мы запустили дизель 3 раза. Потом запустили 4 литра. Потом запустили дизель без аккумулятора. Слушай, ну вот он комнатной температуры. И все. Ребят, я в офиге. Я просто в офиге. У меня обязательно это будет на катере. То есть будем с собой брать, для того, чтобы пускать нашу 4-х литровую там Ямаху. Вот. И обязательно будет с собой. Я бы вот, честно говоря, рекомендовал вот эту вот штуку. Это самое мощное в линейке. Револупер 15 тысяч. Я бы его рекомендовал для тех, кто конкретно путешествует. Ребят, от него вы сможете временно подключить и холодильник, и какие-то 12-ти вольтовые потребители. И быстренько зарядить ваш телефон. Запитать ноутбук 19-ти вольтовый. Спокойно. То есть это серьезный такой помощник. Фонарь есть. Мощный фонарь достаточно. Это как раз та самая банка электричества с собой. Да, да, да. Достаточно. Вот. Ну, он днем даже светит. Видно, днем светит. Ну вот. Сколько, Сергей, стоит вот этот? У этого розничная цена 7,5 тысяч. 7,5 тысяч плюс 750 рублей скидки по коду GERASIIM SHERP. Абсолютно верно. Предлагаю попробовать нашего утопленника протестировать. А, вот, да, которого мы опустили в воду. То есть вот эти штуки я бы рекомендовал для того, чтобы снегоход, квадроцикл, вездеход. В вездеходе она у нас 100% будет ездить и ездит. Будем тестировать. Так, здесь видно, что не касается клемма. Открываем. Вон ее можно сюда убрать посудившим. Соединяем. Открываем, соединяем. Эдукатор. Готовы? Подожди, подожди, Миш. Поехали. О, включили. Ну, это Мишкин дизель. Это контакт, мне кажется. Контакт? Угу. Контакт. Грязные клеммы. Давай. Да, все, без проблем. Без аккумулятора напрямую. То есть, она выполняет функцию аккумулятора. Кукушка, камера. Ребята, немного расскажу по ценообразованию на данный продукт. Сейчас можно найти пускозарядное устройство емкостью 12 тысяч миллиампер часов и за 3000 рублей. Ну, покажу, в чем разница наглядно, как формируется цена. Во-первых, мы видели, да, что такое герметичность, как сделаны все уплотнения, насколько завод подходит к качеству своей продукции. Вот, можно взять эквивалентный блок на 12 ампер часов. Видно, что нет никаких ни заглушек, ничего. И, что касается наших пусковых проводов, помимо самого блока, можно обратить внимание на качество медного провода, насколько он мягкий, и на пусковые провода. Есть перемычка обязательно, чтобы контакт был с двух сторон. Не острые медные клеммы. И вот, взять провод дешевого пускового устройства. Ну, разве такой алюминиевый контакт сможет передать 400 ампер или даже 200 ампер с одной стороны? И провод. Он жестче. Да, пусть даже есть блок. Именно из таких мелочей формируется стоимость на хорошее качественное пусковое устройство. Как говорится, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. А что внутри с самими элементами? Они отличаются как-то? Да. Схема, сам элемент, который сохраняет энергию и выдает ее? Внутри очень сильно бывают разные сами аккумуляторы. Основная характеристика литийополимерных аккумуляторов – это максимальный ток разряда. В более дешевых блоках его ставят где-то порядка 30С. Это 30 умножить на емкость устройства. У нас используется до 70С. Разница в два раза. На морозе он просто не сможет завести машину, потому что он не сможет обеспечить большой выходной ток. Вот так вот. Но купить можно... Да, телефон-то он у вас будет заряжаться, в принципе. А вот пустить машину – его прямая необходимость. В принципе, для чего он берется дороже? Можно просто повербанк купить. То есть, как и наши работают, вы уже посмотрели. И даже самый маленький может обеспечить стабильный запуск больших двигателей. Так, ребят, сейчас попробуем заведем 2,5 литра пусковым но-нейм, который можно приобрести вот в Китае на Алиэкспресс, в принципе. Их очень много, они недорогие, дешевые. Попробуем им запустить. То, что отличие мы уже показали на пусковом кабеле, на самом бустере тоже немножко другой конструкции. Ну и что здесь за элементы стоят? Вообще непонятно. Заряжен полностью. Даже не видно, что он. А, да, вот полностью заряжен, видите? Все. То есть, нет никакого подвоха. Включаем. Да, вот полностью заряжен, видно. Давай пробуем. О, задымели провода, видел? Дым, аж здесь. Ну вот это как раз показатель качества. Контакт, да. От этих проводов. Подварился алюминий, он. Ребят, нет, в этом и разница. Не пускает он, не крутит. В этом и разница, да. Что здесь емкость практически в два раза больше, чем у мини, у револьтера мини, но он все равно не может завести. Не пропускает качество самого провода и качество, вот оно подплавилось, видите? Разве сможет обеспечить хороший контакт такой пусковой провод? Ну да. Не, ребят, я сам, честно говоря, в афиге от того, что показали пусковые эти, не ожидал, что вот эта вот милипуська запустит и 4 литра, и 2,5 дизеля. Она это делает. Ну вот, опять же, опять же, повторюсь, если вы серьезно путешествуете, то есть бываете в различных поездках, либо у вас, вот у нас лежит такой в машине, это вот самый пик линейки, лежит в машине. От него можно зайти ноутбук, выход 12 вольт, выходы 12, 16, 19 вольт, две USB-шки по 2,1 ампера. Ну и вот, собственно, самая его фишка, это старт двигателя. Я думаю, учитывая, что вот эта крошка пускает 2,5 дизель, то этот, ну, четверку дизеля-то точно пустит. Смотрите, какой гад на меня залез. Ёлки-палки, чуть не съел меня, палец уже кусать начал. Вот, думаю, четверку дизеля он пустит. Ну, а там уж смотрите сами. Кому-то маленький, кому-то большой. Кому-то специализированный, герметичный. Да, это для вездехода, для квадроцикла, для снегохода, который может и намокнуть, имеет очень такой хороший кейс, красивый. Достаточно хороший комплектант. Вот так вкладывается. Хранится он у вас в мягкой противоударной упаковочке. Здесь все есть для того, чтобы зарядить телефоны. Это вот такой USB-шнур и выход на iPhone. iPhone, раз вам привет. Выход на Android, ну, mini-USB. И вот это вот тоже, походу, на iPhone. Идет на планшет. 12 вольт, чтобы подзарядить все это дело. Ну, лучше заряжать это все дома. Для этого у нас есть вот такая вот зарядочка на 220. Ну и все. И все это компактно упаковывается. Вот от него еще проводочки у нас взяты. Вот сюда вкладываются проводочки. Также добавлю, что активно такие блоки используют для гидроциклов и для запуска лодочных моторов. Да, это очень актуально для лодочных моторов. Вот у меня, допустим, была ситуация, когда у меня подсел аккумулятор на воде. И 4 литра там дрыксельки нет. Его уже со шнурка не заведешь. И пришлось внутрикуривать, искать кому-то там. Целая морока была с аккумуляторами переставить, там завести, потом переставить обратно. Что-то сделать. Вот такая вот упаковочка для вездехода. Вот такая вот штука. Вам не пригодится, кому-то пригодится, значит. Ну и всегда можно взять с собой, зарядить телефон, еще что-то. Также, наверное, нужно отметить, что вся продукция сертифицирована. Имеются официальные сертификаты. В России действует официальная гарантия 1 год. А самое главное, скидка 10% по промокоду GERASIUM SHER. Наверное, ребята, что-то есть с доставкой еще намудрят? Да, думаю, что намудрят. Я думаю, по превышению какой-то стоимости, наверное, еще сделают и бесплатную доставку. Также по нашему промокоду. Но это надо будет уточнять уже при заказе. Ну что ж, ребята, наверное, на этом мы закончим наш обзор. Полезных вещей. Действительно полезных. Мы же полезные. Кстати, мы его запачкали. Пусть мурула. На самом деле, повторять так не надо. Специально. Разведчики входы у нас сухие. Кратковременно можно опускать. Под водой держать не нужно. То есть, это вот в кофре, там, в квадроцикле еще где-то у вас что-то промокло. Влажная кокорида, пыль, какой-то грязь. Лебедкой никто никогда не разряжал квадрик так, что потом завести невозможно. А ведь вы знаете, квадроциклисты, они запасливые. У них ключа на 10, фиг найдешь. Они еще все возле дома ездят. Не говорю уже о проводах. И это целая эпопея становится. Заменить аккумулятор, завести, прикурить, что-то сделать. Ребята, также раз в месяц мы будем проводить розыгрыш Revolter Mini среди покупателей на канале Gerasim Chef. Все, кто приобрели пусковые устройства, любое такое, 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 любое пусковое устройство у компании Revolter по нашему промокоду, будут иметь возможность раз в месяц участвовать в розыгрыше Revolter Mini. Ну а что, детям подарить? Вдруг у него там на электросамокате аккумулятор сядет? Коба! Нажал, поехал. Еще уточню, если вы купите два устройства, то вы будете в списке розыгрыша участвовать два раза. То есть, чем больше, тем лучше. А так, я считаю, что эта штуковина должна быть в каждой машине в семье. Побольше в больших машинах, поменьше в маленьких. Ну, как показала практика, вы видели, да, что это заводит. Конечно, зимой это не сильно поможет, а вот летом спасет вашу супругу. Вот у меня у жены была ситуация, на дороге Toyota RAV4 резко взял сдох аккумулятор. Просто она на заправке фары не выключила, пять минут, пока заправлялась, все. Можешь, приезжай, меня спасай. А там 15 километров до нее ехать, в Дмитров. Ну, пришлось ехать спасать. А так бы была у нее эта штука, я бы ей даже по телефону объяснил, что надо делать. Все, проблем не было бы. Так что, пользуйтесь хорошими вещами, мы же полезны. И участвуйте в розыгрыше, и обязательно выигрывайте. Все, ребят, на этом действительно мы заканчиваем наше повествование. Миша не убежал куда-то. Ну ладно, будем без него заканчивать. Ссылочка в описании, где можно приобрести. Сергею спасибо, что приехал. А вам спасибо, что смотрели и сделали правильный выбор при покупке такого полезного девайса. Вот так. Пока. Всем пока.